ДВХАП.РУ 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 И вот мне водят столовую, и я вижу, что мама лежит на столе, в большой красивой коробке, серебряной коробке, как кукла, все в цветах. Кто-то приделал мне шоколадку с кремом, я забрал всю двуретку, теловито, как бы само собой разумеющееся, поцеловал маму в губы, мне казалось, что это игра такая, что-то вроде пряток. Я, свияя, стал свадить шоколадку в рот, измазал ее губы шоколадом, но она почему-то не открывала глаза, не улыбалась, не обнимала меня. Я был ужасно удивлен, крайне расстроился, и вдруг слезы сами собой брызнули из моих глаз. Я залебел, шоколадку упал на белое мамино платье, ну вот кто-то меня уже оттаскивает, отвлекает чем-то, больше ничего не помню о своей матери. Отец тоже рано умер, он был докатом, вел громкие процессы, защищал очень богатых людей и получал астрономические гонорары. Но куда уходили все деньги, никто не знал. И возникал вопрос, а где сбережения? И вот когда он тоже умер, и несколько родных и близких тихо выносили его из церкви, откуда ни возьмись, словно из-под земли, выросла огромная, пугающая, серо-черная толпа, состоящая из людей со стертыми лицами. Они молча отъяснили родственников, взвалили отца себе на плечи, и в ужасном гробовом молчании торжественно под ритмичное шапканье и шлепанье тысячи тысяч босых ног понесли его на кладбище. Но сейчас не об этом. Уолтер Паттер в своем знаменитом эссе описывает меня как мифическое воплощение вечной женственности, что старший скал, меж которых сидит, который умирал и бесчетное количество раз, изучил тайны загробного мира, и чье молчание будет продолжаться вечно, пока жив будет последний зритель.